Добрый день! В эфире Инсталайф Института геологии и нефтегазовых технологий и я его ведущая Аделя Шмилова. А сегодняшний эфир у нас проходит в режиме реального времени, чтобы подсоединиться к нашей встрече. Вам достаточно зайти в инстаграм Казанского федерального университета и отправить в чат свои вопросы на самые интересные. Отвечаем прямо сейчас. Уже в эти дни Институт геологии и нефтегазовых технологий выпускает в свет специалистов нового поколения. Однако многие считают, что четырех лет недостаточно. Кому и зачем еще придется провести в университете два года? Об этом расскажет проректор по научной деятельности КФУ Денис Карлович Нургалиев, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Михаила Алексеевича Варфоломеев и заместитель директора по взаимодействию с работодателями и практикам Андрея Анатольевича Терехин. Итак, Денис Карлович, расскажите, пожалуйста, в чем актуальность продолжения образования в рамках магистратуры? Да, добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, собрались все, кому интересно действительно поступать к нам в Институт геологии и нефтегазовых технологий. Почему магистратура? В принципе, вот Волонская система, она уже принята давно в России и уже все как бы знают, что первый уровень образования это бакалавриат, дальше люди поступают в магистратуру, либо же идут работать. И в принципе, бакалавриат является высшим образованием и человек получает диплом бакалавра, в принципе, он может работать на инженерном полосе и на полосе, которые требуют необходимость высшего образования. Это вполне нормально. Но разные специальности, ну, например, скажем, врача мы не готовим ни бакалавриат, ни магистратуру, потому что человек требует для того, чтобы подготовить такого специалиста, нужно очень большую практику иметь. Это специальный тип образования, который требует определенного времени, определенных циклов, и это намного больше, чем 5-6-7 лет, намного больше. Или, например, другой пример, айтишники, они могут закончить бакалавриат, некоторые даже не заканчивают бакалавриат, а начинают работать, так сказать, им вполне достаточно, они там получают дополнительное образование и работают дальше. А вот в области геологии нефти и газа, конечно, очень важно получить образование в магистратуре. Почему? Потому что бакалавриат дает фундаментальные знания. В принципе, закончить бакалавриат, вы можете получить работу в нефтяных компаниях, в принципе, на каких-то младших должностях. Но в конце концов, чтобы расти дальше, получать более высокие должности и занимать более интересные позиции, вам необходимо завершить магистратуру хотя бы, а потом, может быть, в аспирантуру и так далее. В магистратуре у нас, по крайней мере, мы даем более широкий диапазон знаний в более узкой области. Если, скажем, бакалавр получал, бакалавр в области геологии получил информацию, скажем, научился работать в области, скажем, геологии, либо, скажем, гидрогеологии, стратеграфии, там, палеонтологии, минералогии, элитологии, либо геофизики, геофизические методы поиска газовых и газовых месторождений, к примеру, да, то в магистратуре он уже работает, занимается другими методами, то есть, другими, скажем, компетенции получают другие, более широкие, например, в области информационной технологии, в области искусственного интеллекта, например, да, у нас есть программа, либо в области разработки месторождений высоковязкой нефти, либо, значит, навыки и компетенции в области поиски, разведки каких-то видов нефтяных месторождений или газовых месторождений, да, то есть здесь уже более узкая специализация возникает у человека после окончания магистратуры, и он способен уже работать в какой-то конкретной области, как высококвалифицированный специалист. И, конечно, магистратура еще чем хороша? Мне нравится магистратура. Чем она хороша? Например, человек, закончивший бакалавриат по математике, совершенно спокойно может поступить на любое направление в институте геологии и нефтегазовых технологий. Немножко познакомившись с азами геологии и нефтегазового дела, он может пройти экзамен и поступить на магистратуру по, например, нефтегазовому делу или по геологии. Это вполне возможно. Не только математик, физик, химик, эколог, даже, например, люди, которые закончили экономическое направление, могут поступить, в принципе, к нам в магистратуру. И это открывает новые возможности для человека. Человек изучал, например, вы изучали какой-то предмет, например, химико-технологическом университете, либо у нас на химическом институте имени Бутлерова. Вы, обладая знаниями в области химии, спокойно можете дальше развиваться в области нефтегазового дела и в области геохимии, органической геохимии или неорганической геохимии по направлению геологии. Вот такие возможности открывает магистратура, в принципе. И, наверное, мои коллеги расскажут более подробно, и я еще попозже расскажу более подробно о том, какие направления магистратуры существуют в институте геологии и нефтегазовых технологий. Хорошо. Раз мы сегодня говорим о направлениях магистратуры, предлагаю начать от самых новых. А, Михаил Петрович, расскажите, пожалуйста, о магистратуре, которая сейчас уже стала достаточно наслышанной, о петролем-инженере. Кого берут, где они работают и как вообще проходит процесс обучения? Спасибо за вопрос. Да, уже третий год мы осуществляем набор на магистратурскую программу петролем-инженером. Эта программа реализуется на английском языке. У нее есть несколько траекторий. Значит, одна из траекторий связана с тем, что первый год обучения, значит, проходит в Казани, а второй год обучения проходит в Лондоне, в Иперском колледже Лондона. Это университет, который входит в топ-10 университетов мира. И, соответственно, по окончании вот этих двух лет обучения наши студенты получают сразу два диплома. И что очень важно отметить, вот это обучение происходит при поддержке двух крупнейших нефтиных компаний, Роснефть и БП. И они полностью, значит, оплачивают все расходы на проживание, значит, на транспортные расходы, стипендии студентам и обучение в Казани, в Лондоне. И после этого еще один бонус. Они предоставляют работу, причем самых таких интересных и важных для этих двух компаний-проектов. То есть это очень интересная, уникальная программа. Значит, это большая возможность для молодых ребят. И тоже хотел бы отметить, добавить к тому, что сказал Данис Карлович, что на эту программу могут, значит, прийти обучаться специалисты не только из нефтегазового дела, а и математики, физики, химики, геологи. И вот в этом году в этой программе произошли некоторые изменения. Сейчас будет упорнее делаться на цифровизацию, на моделирование, где как раз вот этот опыт и предыдущие знания, полученные в области математики, программирования, будут очень востребованы. И они не только востребованы с точки зрения обучения, но и востребованы с точки зрения, значит, дальнейшей работы в компаниях. Другая траектория этой программы подразумевает два года обучения в Казани. То есть это на английском языке. Причем за эти два года нашим студентам прочитают лекции ведущие специалисты из крупных российских нефтяных компаний, зарубежных нефтяных компаний. Но в качестве примера могу сказать от компании Татнефть, Зарубежнефть, Газпромнефть, это Шлюмберже. То есть, в принципе, все те ведущие компании, которым потом эти ребята могут пойти на работу, передадут свой опыт. И есть также еще другие траектории, тоже в рамках Petroleum Engineering. В этом году мы, значит, подписываем соглашение с Французским институтом нефти, где также у нас будет реализовываться программа двойных дипломов. То есть часть обучения будет происходить в Казани, часть обучения в Париже. И ребята смогут получить два диплома. То есть есть еще и такая возможность. Очень интересная программа с большими, так сказать, вариативными путями, как сегодня вообще в образовании индивидуальной траектории. Здесь они как раз реализуются. Поступив на Petroleum Engineering, ребята могут выбрать различные пути и по программе двойных дипломов, и по обучению в Казани. Чтобы убедиться во всем вышесказанном лично, предлагаю посмотреть видеоролик о работе Petroleum Engineering. Сегодня образование – это важная составляющая, с помощью которой можно обеспечить себе достойную карьерную траекторию. Согласно результатам многих рейтингов, одним из наиболее востребованных и высокооплачиваемых направлений, среди работодателей в России и за рубежом является нефтегазовое дело. Для достижения успеха в будущем важен не только диплом, который вы получите, но и знания и компетенции, которые окажутся полезными уже завтра. Только представьте, вы можете не только похвастаться дипломами из нескольких университетов, но и опытом обучения за рубежом. Далее становитесь еще более конкурентоспособными, когда речь заходит о трудоустройстве. Идеальное решение этого вопроса – программа двойного диплома Petroleum Engineering. Данная магистрская программа была разработана благодаря инициативе компании BP «Роснефть» и реализуется двумя университетами – Имперским колледжем Лондона и Казанским федеральным университетом. Она направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли, обладающих компетенциями и знаниями, необходимыми для реализации проектов различной сложности на территории России и за рубежом. Закончив данную магистрскую программу, вы сможете стать инженером-нефтяником мирового уровня. Два года все-таки – это тоже большой срок. И хотелось бы, чтобы градополучатели дошли до финиша. И самым главным финишем будет являться не только получение диплома двух университетов, но и получение работы одной из самых престижных компаний в доме нашей страны. во время обучения ребята явно не будут обижены ежемесячными стипендиями, которые они получат для покрытия расходов на проживание в двух странах. А самое интересное, что молодые специалисты получат сразу два магистрских диплома и гарантированно продолжат свою карьеру в дочерних компаниях Роснефти. Для реализации задуманного в 2019 году КФУ одержал уверенную победу в конкурсном отборе на выделение финансирования под реализацию данной образовательной программы, оператив ведущей нефтяные вузы страны. Чтобы те ребята, которые заканчивали высшее учебное заведение, имели достаточно высокие компетенции и обладали опытом учебы не только в России, то есть были знакомы не только с теми технологиями и с теми исследованиями, которые проводятся в нефтегазовой сфере в России, но и за ее пределами. Мы знаем то, что компания BP тоже является ведущей мировой компанией и опыт, который есть в имперском колледже, позволяет действительно серьезно повысить компетенции данных ребят. Кроме образования в КФУ второй год студенты будут обучаться в Империо колледж, а Империо колледж входит в десятки лучших университетов мира, поэтому, конечно, мы надеемся, что образование будет очень качественным и очень востребованным эти специалисты. Те программы, по которым магистранты обучаются в КФУ, 100% будут продолжены в рамках обучения в Имперском колледже Лондона. У обоих вузов единые требования к уровню квалификации преподавателей, к уровню и стандартам обучения, контролю качества проведения экзаменов и других необходимых критериев. В Имперском колледже упор будет сделан на геологоразведке, подчете запасов недр, оптимизации разработки и на работу в групповых проектах. Важным этапом обучения является практика на территориях России и Британии. Это уникальная возможность посмотреть на геологические обнажения в реальном масштабе, соотнести те навыки, которые ребята получают в процессе обучения. Миллионы абитуриентов мечтают попасть в одно из лучших заведений так называемого «Золотого треугольника» Великобритании. Двумя его сторонами считаются университетские комплексы Кембриджа и Оксфорда, а третья — Имперский колледж Лондона. Объединив компетенции двух стран, магистратура Петролиум Инжиниринг станет для каждого студента, счастливым билетом, открывающий перед выпускниками путь к профессиональной карьере с самого высокого уровня. Империал колледж — это вуз, наверное, номер один. По крайней мере, точно входит в пятерки лучших вузов, которые готовят специалистов в области нефтегазового дела. То есть, получив диплом вот такого университета, Казанского университета, Империал колледж, вы имеете два диплома, два диплома магистра. Вы получаете возможность трудоустроиться в любой мировой нефтегазовой компании или сервисной компании. То есть, это топ-диплом, топ-специалист. Программу мы готовили, хочу сказать, не просто так заключили соглашение, пошли и поехали. Она у нас готовилась достаточно долго. Почему? Потому что та программа, которая была предложена Казанским университетом, в эту программу посмотрели, проработали, добавили наш топ-менеджмент. Сама мысль объединить компетенции Казани и Лондона возникла не случайно. Казанский федеральный университет и Имперский колледж Лондона известны миру тем, что готовят именно практически ориентированных специалистов, решающих реальные вызовы, существующие в различных отраслях. Этот уникальный сплав фундаментальных знаний нефтегазового сектора и инженерных прикладных позволил двум вузам достаточно успешно реализовать магистрскую программу петролиум-инженерок, поскольку суть нефтегазового дела и суть магистрских программ направлены именно на практикоориентированность тех знаний, которые получают ребята, применяют их, чтобы в последующем получить реальный результат и ценность для нефтяного бизнеса. Столица Торстана также имеет большие наработки в сфере математики, моделирования и методов увеличения нефтеотдачи. В частности, Казанский федеральный имеет большой задел в данной области. Двойное образование в Казанском федеральном и Имперском колледже Лондона — это лучшие старинные традиции, жизнь в красивейших столицах мира, а также друзья и деловые связи по всему миру. Но почему же именно Лондон? Дело в том, что Имперский колледж Лондона является одним из престижнейших вузов во всем мире. Это говорит о том, что у студентов есть все условия для развития себя как специалиста. Успешно завершив программу петролиум-инжиниринг, выпускники получают, прежде всего, уникальные знания, навыки и опыт. И, конечно же, дипломы двух ведущих вузов — Казанского федерального университета и полноценный британский диплом магистра. Достойная инфраструктура ожидает поступивших в университет и приезжих студентов. Для них доброжелательно откроет свои двери лучший кампус России — деревня Универсиады. Внутри и снаружи кампус напоминает гостиничный комплекс, а комнаты созданы в квартирном стиле. Уютно расположившись в приволжском районе Казани, деревня Универсиады представляет собой настоящий оазис для студентов, в котором есть абсолютно все для комфортного проживания — спортивные, культурные объекты, поликлиника и многое другое. Согласитесь, все это звучит перспективно. Именно поэтому желающие поступить в магистратуру появляются не только в казанских вузах, но и в любой точке нашей страны, в том числе из ведущих традиционных нефтегазовых и технических вузов. Тем более, что магистратура включает в себя бюджетные места. Спонсорами всего обучения выступают нефтегазовые компании, куда выпускники будут трудоустроены после успешного завершения магистратуры. Заявляя о себе как о кандидате на обучение в магистратуре Петролиум Инженерик, абитуриенту необходимо подать документы, используя инструкцию на официальной странице программы. Отбор претендентов пройдет в несколько этапов, включая заочную оценку поданных соискателями документов, очное тестирование и собеседование с представителями ПАО «НК Роснефть» и «БП». Обучение на английском будут проводить специалисты международного уровня. В связи с этим особое внимание при поступлении будет уделено владению языка на уровне Amper Intermediate. Главным критерием будет академическая успеваемость, то есть балл за диплом по-калаврски должен быть 4,5 из 5. Второй критерий – это английский язык. То есть это, наверное, самый сложный критерий. То есть там красный диплом получить – это не так сложно, как получить сертификат IELTS 6,5, к примеру. Вот мы должны получить… студенты наши, они должны иметь уровень английского языка, достаточный для того, чтобы учиться в Лондоне. Это непросто. Отдельно стоит отметить, что магистратура Петролем Инжиниринг доступна не только выпускникам нефтяных специальностей. Поступить могут математики, физики, инженеры, специалисты из сферы энергетики. Возможно, они пока не знают, что такое нефтянка, но зато сильны в других технических отраслях, которые крайне важны для поступления. Они приходят в новую для себя область и за год становятся очень хорошими специалистами, а после отправляются в Лондон, где становятся еще и ценными представителями выбранной профессии. Итак, тесты написаны. Второй этап поступления в магистратуру – собеседование с потенциальными работодателями. Представители общества группы ПАО «НК Роснефть» оценивают не только базовые знания в области нефтегазового дела, но и личностные качества, а также социальные навыки каждого кандидата. Однако, как всем известно, подбор персонала, а особенно будущего – задача не из простых. Практически каждый из кандидатов старается произвести на членов комиссии максимально положительное впечатление, ввиду чего в зале переговоров преобладает дух здорового соперничества. Как обычно это бывает, первое время, несколько дней ты не веришь, что ты прошел на такую программу, а потом уже начинаешь понимать то, что прошел это одно, а теперь нужно учиться. Это очень сложно, особенно в имперском колледже будет очень такая насыщенная программа. Отбор проходил два этапа. Это был экзамен и было собеседование непосредственно с представителями Роснефти. На самом деле экзамен был сложным, и я даже не думала, что я пройду, наверное, не думала, что у меня очень высокие шансы. Ну, вообще все получилось, вот я здесь. За все время работы магистратуры привлечение иностранной профессуры к чтению курсов в рамках петролиум инжиниринг превратилось в устоявшуюся практику. В течение года перед студентами выступили авторитетные специалисты нефтегазовой отрасли, в число которых вошли профессора Имперского колледжа Лондона Мартин Блант и Адриана Полужни. Учитывая уникальность каждого из множества существующих нефтяных месторождений, отличающихся по своим геолого-физическим характеристикам, системам и стадиям разработки, я исследую и рассказываю о подходах с водным применением. Каждый отдельный случай способен вызвать ряд сложнейших вопросов, ответы на которые я озвучиваю на своих лекциях. Два дня я читала лекции студентам КФУ. Ребята очень заинтересованы преподаваемой мной темой и задают правильные вопросы. Это приятно. Что касается геологии, то проводимые мной исследования помогут сохранить целостность породы. Не менее интересно и то, что результаты научных трудов найдут свою актуальность в будущем в таких вопросах, как здоровье человека и окружающего нас мира. Кстати, программа пребывания спикеров в университете весьма разнообразна. Это и ежедневные занятия, и встречи, и экскурсии. Яркие представители Имперского колледжа также приняли участие в записях научно-образовательных видеоматериалов для YouTube-канала Центра дополнительного образования менеджмента качества и маркетинга. Благодаря существованию данного канала, лекции британских специалистов, и не только, можно прослушать в бесплатном и свободном доступе на онлайн-платформе Центра дополнительного образования менеджмента качества и маркетинга. Сегодня все представители Казанского федерального университета являются свидетелями новой страницы истории развития науки и сотрудничества. Никто не сомневается. Петролиум инжиниринг – это новая и уникальная возможность получить огромный багаж знаний и полезных деловых связей по всему миру. Удачное расположение колледжа в Южном Кенсингтоне дает возможность ребятам не только получить первоклассную степень, но и насладиться студенческой жизнью бурного Лондона. После окончания студенты могут рассчитывать на становление карьеры в известнейшей нефтегазовой компании России, а время, проведенное в стенах двух ведущих университетов, гарантирует приобретение необходимых практических навыков, новых контактов и уверенности в правильности выбранного пути. Ну что ж, я напоминаю, что наша встреча проходит в прямом эфире, и сейчас мы зачитаем ваши вопросы, которые поступали в течение нашего ролика. Итак, первый вопрос. На все ли направления магистратуры нужно сдавать физику? Данис Харлыч, я думаю, этот вопрос к вам. Физику, ну, как таковое, физику задавать не надо там, когда поступаете в магистатуру. Нужно задавать, значит, собеседование вот этим вот, по тем вопросам, которые выставлены на сайте, да, это по направлениям, скажем. Если человек поступает, например, завершил, например, математику, то, конечно, ему, может быть, несколько сложно будет отвечать на вопросы, скажем, связанные с геологией, геофизикой, там, нефтегазовым делом. То есть есть программа, которая, значит, прием этого собеседования, этого приемного экзамена. Там, конечно, вопросы и по физике есть, и по математике, и химии. Это, конечно, подразумевает, что человек знаком с этими предметами и представляет себе, что это такое. Ну, это несложные, на самом деле, экзамены, в принципе. То есть можно взять программу, и я думаю, что за пару месяцев человек спокойно может, грамотный человек может спокойно подготовиться на необходимом уровне. Хорошо. Вопрос от иногородного студента. После окончания бакалавриата в нашем институте реальны ли обустроиться на работу в Татарстане и остаться здесь жить? После окончания бакалавриата именно, да? Да. То есть будет ли востребован специалист с БКАС? Нет, конечно, после окончания бакалавриата можно найти работу, нефтяную компанию, то же самое Татнефть или какой-то малой компании. Но проблема в том, что вам в любом случае при дальнейшей вашей карьере придется завершать магистратуру, потому что знания полученные в бакалавриате явно недостаточно, потому что бакалавриат дает фундаментальные, базовые знания. В принципе, они достаточны для того, чтобы работать в качестве инженера. Хорошо. И также популярный вопрос. Количество бюджетных мест в этом году? Планирующие поступать на наш проект администратуры, количество бюджетных мест в этом году на направлении геологии составляет 60 на русскоязычные программы, 10 мест на англоязычные программы и еще 15 бюджетных мест на программу нефтегазового дела. Вот такое количество бюджетных мест. Мне бы еще хотелось дополнить ответ на вопрос про экзамены и про физику. У нас есть сайт приемной комиссии, admissionskpfu.ru, где размещены программы вступительных испытаний всех наших магистрских программ. И не только программы, но и критерии оценивания. Это все там размещено. Эти программы содержат, конечно же, вопросы по физике, математике, немножко по химии, геологии. Вот такие кросс-функциональные вопросы. И ко всем этим вопросам можно действительно за разумный период небольшой подготовиться. Если вы закончили, естественно, научное направление, бакалавриаты, практически любое. Хорошо. Есть ли ограничения по возрасту обучающихся для поступления в магистратуру? Здесь, наверное, однозначно ответить сейчас не получится, к сожалению. Но ограничений практически нет. Я думаю, нет ограничений никаких. То есть у нас даже были случаи, когда люди, пенсионеры, даже поступали на программы и заканчивали успешно. В этом здесь нет никакой проблемы, я думаю. Проблема может быть в том, что человек уже получал высшее образование, скажем, в магистратуре, тогда он уже не имеет права еще раз бюджетным образом завершать таким образом вуз. То есть мы будем сплотить за обучение. Вот в этом только проблема. Я думаю, возраст здесь не имеет значения. Хорошо. Как считаете, лучше поступать на очное или на заочную форму обучения? Конечно, на очное надо поступать. Потом у нас заочных, во-первых, нет такого направления. Есть очные, очная магистратура есть. И вопросы там закончились уже, да? Да. Вы знаете, я еще хотел добавить одну вещь, может быть, очень интересную. Мы очень много говорили про петролеминг-инженеринг, на самом деле. Вот, в принципе, сегодня в мире очень много говорят о том, что вот эра нефти кончилась, там, да? Вот, значит, давайте, господа, значит, возобновляемые источники энергии. Да, в этом есть доля правды, конечно. То есть мы, на самом деле, чтобы планета наша была чистой, мы стремимся к тому, чтобы как можно меньше уменьшить долю углеродной энергетики. То есть мы сжигаем уголь, нефть, газ для того, чтобы получить энергию. На самом деле сегодня очень большая проблема состоит в том, чтобы, скажем, закончить с углем. В мире более 38% электроэнергии генерируют за счет угля. Сегодня, представляете? И то есть даже, скажем, если мы сегодня смогли перейти от угля к нефти, к газу, то это была бы, планета стала бы вполне, так сказать, зеленой даже, да? Поэтому, конечно, ближайшие, я думаю, 50, там, до конца века, ну, если не произойдет каких-то уникальных открытий в области, скажем, термоядерной энергии или каких-то других видов энергии, да? Или, скажем, сверхпроводимость будет открыта низкотемпературная и другие какие-то фундаментальные открытия, если не произойдут, то, конечно, углеродная энергия, она сохранится. Конечно, ее доля все время будет уменьшаться, но, я думаю, ближайшие 50 лет она все равно останется. Тем более, что в нашей стране и других странах есть огромные запасы углеводородов, которые необходимо использовать для получения материалов, для энергетики и так далее, и так далее. Но тем не менее, мы сегодня очень много работаем в области, начинаем работать в области водородной энергетики, да? То есть водород можно получать в разном способе, можно получать его из природного газа, можно получать из излишков электричества, скажем, гидролизом воды, использовать для гидролиза воды, вот, и так далее. И в этом направлении мы тоже работаем, и у нас есть программы, у которых есть вот защитки вот этих направлений энергетических, они интересны. И если кто-то хочет работать в этом направлении, то тоже существует возможность получить какие-то знания в этом направлении, скажем. И кроме того, у нас есть несколько магистратур, в том числе двойных дипломов с зарубежными вузами, о которых мы еще пока не говорили, которые, может быть, не являются нефтегазовым делом по полной мере, но они обращены, скажем, больше в область геологии, например. Вот у нас интересная еще программа магистрская совместно с Фрайберской горной академией в Германии, кстати, академией, в которой учился Ломоносов в свое время. Вот это одна из старейших европейских горных академий, и у нас там есть программа, которая связана со стратеграфией палеонтологии, то есть это более такая классическая вещь, которая тоже используется в нефтегазовой промышленности. Вот компании очень часто используют, вернее, всегда используют стратеграфию для расчленения вот этих толщ, для исследования, для прогнозирования, как эти толщи распространялись, где у нас есть коллектора, где, может быть, нет коллекторов, то есть все это вкупе с сейсмикой, скажем, используется при поисках, разведке и разработке нефтегазовых месторождений. Вот такая очень интересная программа есть. Есть программа интересная с французским институтом нефти. Эта программа тоже, она такая немножко разнообразная. Там, кстати, есть программа, которая связана с возобновляемыми источниками энергии в этой французской институте нефти, и есть программа, которая связана с так называемым бассейновым моделированием, то есть когда мы исследуем новые территории, то нам, получив первые данные по сейсмике, по скважинам, нам можно моделировать, скажем, мы можем моделировать этот бассейн и определить, а сколько же нефти там могло образоваться, и куда эта нефть могла мигрировать, и где нужно искать залежи. Вот тем более, что у нас в институте есть прекрасная лаборатория в этом смысле. Мы создали центр геотермохронологии, то есть в котором мы используем аспектрометры для тяжелых вот элементов, изучаем процессы, геотермические процессы, которые, геотермальные процессы, которые происходили в прошлом в бассейне определяемыми, когда вот эта точка, вот этот образец керна в скважине, который мы пробурили, прошел, скажем, остыл до температуры меньше 110 градусов и так далее. То есть это все можно очень долго рассказывать, то есть в принципе такие лаборатории у нас тоже есть, прекрасно оснащенные мирового уровня лаборатории, и мы в этом плане работаем со многими компаниями, не только в России, но и за рубежом. И кроме того, есть еще направления, связанные, скажем, вот с водой и инженерной геологией, то есть геологические направления, то есть общие такие. То есть когда сегодня, например, вопрос обеспечения человечества водой, он уже стоит очень остро, да, и конечно вот эта вот проблема тоже такая интересная, да, и мы вот намеребаемся с зарубежными вузами тоже вот эту программу тоже расширить. То есть в принципе вот я полагаю, что если даже, скажем, математики, физики, химики, которые сегодня получили компетенции, знания в своих областях, могут приходить к нам и заниматься очень важными для человечества делами, да, это энергетика, обеспечение разными полезными скопаемыми, в том числе алмазами, золотом там, да, другими рудами там, ценными какими-то металлами, нерудными скопаемыми, водой. Эти люди могут приходить к нам и заниматься в магистратуре, получать специальность хорошую, интересную, востребованную и работать в любой точке нашей планеты. Хорошо. Ежегодный институт геологии и нефтегазовых технологий доброжелательно открывает свои двери также для приезжих студентов. А расскажите, пожалуйста, студенты из каких стран получают образование в нашем институте? Действительно, наши магистрические программы востребованы не только выпускниками российских вузов, но и выпускниками иностранных вузов. У нас обучаются студенты из Ирака, Ирана, Колумбии, студенты из стран СНГ, это Казахстан, Туркмения, Кыргызстан, Узбекистан. Вот это такой вот список студентов. Еще есть достаточно большое количество студентов из африканских стран, есть студенты из Египта. Огромный интерес к нефтегазовому делу, особенно вот эти студенты и магистранты, бакалавры, аспиранты и магистранты, они вот нефтегазовое дело любят. Михаил Алексеевич, можно рассказать, какие у него там студенты, аспиранты из арабских стран очень много? У нас получается более 30 стран представлены среди наших студентов, и если мы говорим про процент, то около 30 процентов студентов, которые обучаются на нефтегазовом деле, это иностранные студенты из разных там континентов, с разных стран. Действительно, такая получается очень межкультурная коммуникация. Это не только, так сказать, опыт и знания, которые дают наши преподаватели, но еще вот это взаимодействие между студентами. Очень много различных мероприятий проводится, социальных, спортивных, которые, так сказать, создают вот эту яркую студенческую жизнь в нашем институте. Вот наши студенты, иногда бывают фестивали у нас, вот ежегодные фестивали студенческие, особенно студенты, фестивали первокурсников, и у нас можете услышать песни и пляски, значит, с любых континентов там, да, я не знаю, там, и азиатский континент представлен, Африка, Южная Америка, да, это очень здорово смотрится, очень колоритно, и, в общем, очень красиво все это, конечно. В начале нашей встречи мы начали наш разговор с петролем инженеринг. Насколько нам известно, эта магистратура работает в двух форматах, в том числе и в международном. Расскажите, пожалуйста, в чем разница, кто поступает и кем они становятся? Да, в целом общую траекторию мы уже рассказали, да, какие есть возможности. Если мы говорим про программу на английском языке, когда обучение идет два года в Казани, то на эту программу очень много поступающих из зарубежных стран. На ней практически там более 80-90% это студенты, значит, представляющие страны Ближнего Востока, страны Латинской Америки, Китая и другие, да, страны. Если мы говорим про, значит, программу петролем инженеринг с участием, значит, наших партнеров BP и Роснефть, то здесь в большей степени, значит, участвуют ребята, выпускники, студенты из различных регионов России, из Татарстана, из Казани. Значит, как поступают? Поступают они через два этапа, ну, точнее, три. Первый этап они сдают свои документы и проходят формальную процедуру проверки, да, соответствие, значит, этим требованиям. Потом у нас есть два уже вступительных испытания. Первое – это тестирование, которое они проходят, и оно покрывает, значит, несколько областей наук. Там есть вопросы, связанные непосредственно с нефтегазовым делом, есть вопросы, связанные с основными законами математики и физики, потому что сегодня для того, чтобы быть специалистом в этой сфере, надо знать эти дисциплины тоже. Понятно, что они там не какие-то специальные, да, то есть общие, которые студенты осваивают, будучи студентами бакалавриата любых специальностей. И второй этап – это собеседование, на которое проходит тоже в разных форматах. Если это обучение только в Казани, значит, по казанской программе, то это собеседование со специалистами Казанского университета, с преподавателями, профессорами, где мы, значит, задаем вопросы тоже по специальности, по так называемой soft skills, проверяем знания английского языка. А если это программа, которая, значит, патрульным инженером, где, значит, ребята второй год обучаются в Лондоне, то в собеседовании участвуют еще представители Роснефти и BP, а также имперского колледжа. То есть, в принципе, такой формат. По итогам этих двух испытаний уже вывешиваются в списке тех, кто прошел на бюджетные места, либо кто стал получателем грантов. Но также у нас есть возможность обучаться на контрактной основе. В принципе, это позволяет студенту иметь все те же самые возможности, то есть, что и бюджетные, значит, общежития, деревни универсиада и весь тот комплекс инфраструктуры. То есть, контрактные студенты имеют все те же самые возможности и все те же самые, значит, компетенции получают, что и бюджетные студенты. Чтобы закрепить информацию о работе магистратуры петролем инженерик, но международного формата, предлагаю посмотреть наш новый видеоролик. Международная магистрская программа «Петролем инженеринг» дает основы по решению широкого круга современных задач, связанных с разведкой и эксплуатацией месторождений углеводородов. Студенты осваивают методы исследования, изучают современные проблемы в нефтяной, газовой и энергетической сферах. Магистранты изучают дисциплины по новым современным методологиям, получают практические навыки, посещают лекции опытных профессоров КФУ и приглашенных зарубежных специалистов, развивая постоянную языковую практику. Обучение в магистратуре петролем инженеринг проходит на английском языке. Уже во время обучения студенты получают большой научный и производственный опыт, что высоко ценится работодателями в любой точке мира. Выбор в пользу магистратуры петролем инженеринг станет оптимальным вариантом получения профессии и приобретения международного опыта. При этом, выбирая его с федерального значения, более выигрышный по всем условиям, чем КФУ, вряд ли удастся найти. На поступление в магистратуру петролем инженеринг абитуриентам необходимо подать документы, используя инструкцию на официальной странице программы. Хорошо. Как заведующий кафедрой, скажите, пожалуйста, на какие еще магистрские программы стоит обратить пристальное внимание? Кроме англоязычных программ у нас реализуются программы на русском языке. Они охватывают тоже несколько направлений нефтегазового дела. Одна из программ – это разработка и эксплуатация месторождения трудноизвлекаемых углеводородов. Сегодня мы знаем, что легкая нефть, легко добываемая нефть, она заканчивается. И все те месторождения, которые сегодня вступают в силу и в будущем будут определять объемы добычи, они содержат запасы трудноизвлекаемых углеводородов. Здесь нужны специалисты, которых мы готовим в рамках этой программы. И очень важно отметить, что при обучении все студенты участвуют в проектах, причем все проекты в основном с реальными заказчиками, с крупнейшими нефтяными компаниями не только России. Значит, это и китайские компании, и ближневосточные компании, с которыми наши студенты делают магистровские дипломы. Вторая программа тоже очень актуальна сегодня – это интегрированное моделирование. Впускники этой программы получат навыки различных видов моделирования, которые сегодня востребованы нефтяными компаниями и найдут себе, безусловно, высокооплачиваемую работу. Потому что практически во всех компаниях сегодня требуются высокооплачиваемые кадры, способные делать проекты, способные осуществлять деятельность в области моделирования нефтяных и газовых месторождений. Хорошо. Андрей Анатольевич, вопрос такой. Наверняка магистранты получают практические знания. Что касается прохождения практик, чем она отличается от бакалавриата? Отличия в практике, конечно, есть. Но, позвольте, прежде чем на это раз ответить, я немножечко хочу рассказать о другом. Я хочу обратиться к сегодняшним нашим служителям. Во-первых, выпускникам Института геологии и газовых цифровых Казанского университета, выпускникам бакалавриата Казанского университета и выпускникам программ бакалавриата всех вузов России. Но, наверное, все-таки в первую очередь естественно-научного направления. Мы предлагаем вам получить вторую ступень образования у нас в Институте по направлениям всех наших магистрских программ, которые имеют широкий спектр. Мы сегодня много говорили о наших ведущих, высокорейтинговых магистрских программах. Однако, хочется еще обратить ваше внимание на то, что мы действительно предлагаем широкий спектр магистрских программ, где вы можете получить качественное образование, которое поможет вам в будущем. И не только это. Вы можете прийти к нам, к команде людей, которая хочет изменить мир, сделать его лучше, узнать много нового, получить практические навыки, получить и навыки взаимодействия, межкультурного взаимодействия, так называемые soft skills, и развиться вместе с нами, двигать мир вперед на совершенно разных магистрских программах. Во-первых, это программа направления диалогия. Это диалогия нефти и газа, магистрская программа. Магистрская программа диалогия и диохимия горючих полезных вскопаемых. Магистрская программа по направлению поиск и разведка месторождений полезных вскопаемых. То есть такое классическое диалогическое направление. У нас есть магистрские программы, которые называются инженерные диалоги и ядрогиологии урбанизированных территорий. У нас есть магистрская программа современной геофизической методы, куда могут поступить не только студенты, которые закончили геофизику, направление бакалавриат такое, как геофизика, но и смежные направления, в некотором роде это и не только геология, но даже такие направления, как математика, физика, химия. Вот переходя к конкретному вопросу, который мне был задан, я могу сказать следующее, что сейчас опыт взаимодействия с работодателями, с крупными нефтегазовыми и энергетическими компаниями показывает следующее, что современное производство вперед двигают кросс-функциональные команды. Поэтому, если вы заканчиваете бакалавриат по, скажем, какому-то одному направлению и приходите на другое, ну, в частности, на нефтегазовое дело, на геологию, на геофизику, вы уже обладаете более широким спектром знаний и будете совершенно точно востребованы на производстве работодателей более высоко. То есть у вас будет такая вот высокая востребованность. А чем отличается практика у магистрантов, в отличие от бакалавров? Отличается тем, что магистранты могут проходить практику на, во-первых, более, скажем, уже высокооплачиваемых должностях и заниматься уже не уровнем рабочей профессии, а работать в геологической службе. На должностях персонала ИТР могут проходить практику магистрант, но это не всегда. Иногда магистранты тоже проходят практику на должностях оператора нефтегаза, скажем, геолог. С чем это связано? Это еще связано с тем, что современные компании нефтегазовое работодатели считают, что выпускники вузов должны пройти, перед тем, как они станут руководителями, найдут свое место в жизни, пройти по полной цепочке технологических процессов. И это мнение правдно. Это действительно так. Надо знать все производство изнутри, всю профессию изнутри, то есть все этапы профессии пройти, чтобы потом уже определиться со своей траекторией жизненного роста и занять свое место в жизни. Поэтому мы всех вас приглашаем поступать на магистрские программы Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Хорошо. Имеют ли магистранты возможность зарабатывать уже со студенческой скамьи? Несомненно. Можно я здесь добавлю интересную вещь такую, наверное, важную будет? Вот мы говорим о том, что в магистратуру поступают люди, которые хотят получить профессию, которая будет востребована в компаниях. На самом деле магистратура это еще путь в науку. То есть часть наших абитуриентов, так называемых, поступает в магистратуру, чтобы потом уже поступать в аспирантуру и продолжить свою работу в научных учреждениях, в науке, в университете, даже, может быть, у нас работать. То есть почему это очень важно и интересно? Потому что действительно наука это очень интересное занятие. Вот я всю жизнь проработал в университете, занимался научными исследованиями. Для меня, кажется, это самая интересная работа, потому что ты занимаешься тем, что тебе нравится, и, в общем-то, и зарплата хорошая, и как бы бываешь везде там, и общаешься с умными людьми, как бы все очень хорошо, приятно. Тем более, что вот Казанский университет, значит, институт геологии, в частности, нефтегазовых технологий, в прошлом году мы выиграли очень хороший грант, большой грант. Этот грант – научный центр мирового уровня. Вот эти центры, сегодня их создано 10 таких центров в России, они созданы по разным направлениям стратегического технологического развития Российской Федерации на ближайшие годы. И в области вот нефти, экологии и вообще, скажем, энергетики, вот по направлению, которые, значит, связаны вот с этими исследованиями и, значит, технологиями, мы выиграли грант. Казанский университет – это главная организация, и, значит, в консорциуме с Колтехом, значит, Ухимским университетом и Губкинским университетом. То есть, по сумме, это очень большой грант на 5-6 лет, значит, до 2025 года. Вот. И вот внутри этого гранта есть три направления очень мощных. Первое связано с поиском гигантских месторождений нефтегаза на шельфе, в Восточной Сибири, и разработка для этого технологий беспилотных, скажем, плавающих аппаратов, беспилотных летательных аппаратов. Значит, используем современные данные по геохимии, вот я говорил про бассейный анализ, да, используем спутниковых данных. Очень интересное направление. Второе – направление исследований в этом центре связано с разработкой старых месторождений, которые находятся на поздней стадии разработки, и где, по сути дела, есть огромные запасы в земле. Вот, например, ромашеское искреннее месторождение, там уже добыто 3,5 миллиарда, и еще там геологических запасов, там, 5, 6, 7 миллиардов тонн, да. И вот как добыть эти запасы там, где уже есть вся инфраструктура? Вот эта проблема, она колоссальна, потому что в России есть десяток месторождений, которые имеют запас порядка, ну, как минимум 30 миллиардов тонн, которые нужно добыть, причем уже инфраструктуру существует. Это колоссальная научная проблема интересная, в этом направлении уже есть некие успехи. А третье направление связано с разработкой вот этих трудных запасов, которые всегда есть рядом с хорошими запасами. Это вязкие нефти, это нефти в, значит, комбатных коллекторах, это битумы, это нефти плотных коллекторов, которые с помощью гидроразрыва пласта добываются, да. Вот эти направления. Вот эти все три самых важных сегодня направления, они разрабатываются внутри научного центра мирового уровня. И вот самые лучшие магистранты, которые занимаются вот в этих направлениях, Они работают в этом центре, получают неплохую зарплату, и потом уже поступают в аспирантуру с этими материалами, которые они наработали во время своей магистратуры, и дальше защищают диссертации, становятся учеными, остаются у нас, уезжают в другие страны, в другие университеты, в другие научные центры, в компании. Вот такая возможность тоже есть в магистратуре. Я думаю, что часть ребят, которые поступать будут в этом году, они поступают именно с целью стать научными работниками, заниматься наукой. В эту приемную кампанию никаких ограничений по возрасту для поступления на магистрские программы за счет бюджета нет, но находятся на рассмотрении законопроект, который поставит возрастной лимит, если будет принят 35 лет. Вот совершенно точная информация у нас такая. По поводу еще интересного вопроса, на самом деле, могут ли магистранты совмещать обучение с работой? Конечно, могут, и это во многом так делают. Мы даже рекомендуем со второго курса при обучении на магистрских программах плотно взаимодействовать с работодателями, с которыми мы поддерживаем связь. Это вот компания «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефть» и «Газстатнефть», и параллельно с обучением работать, и чтобы работа была связана по теме, конечно же, магистрская диссертация. Очень много магистрантов трудоустроено и в самом Институте геологии и нефтегазовых технологий, это вот в нашем НОЦ, ТРИС. Также у нас есть магистранты, которые параллельно с обучением работают в компаниях «Сургутнефтегаз», «Статнефть», «Роснефть» и совмещают эту работу с успешным, я замечу, прохождением обучения. Чему сейчас вот можно недалеко ходить, вчера была защита магистр тех диссертаций, где успешно защитился нас магистрант, который второй год совмещал и обучение в магистратуре, и работу в компании «Сургутнефтегаз». Мы заканчиваем нашу встречу, ждем вас в стенах Института геологии и нефтегазовых технологий. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok